итак добрый вечер добрый вечер кто сегодня смотрит мирополис здравствуйте кто на ютубе смотрит трансляцию и кто будет смотреть потом в записи сегодня мы продолжим уже начатый наш восьми восьми задачные скажем так вебинар по дубликации и сегодня мы рассмотрим две следующие задачи мы поговорим о планировании о управлении своим временем для чего это нужно и как мы делаем телефонные звонки какой существует телефонный этикет потому что на самом деле это достаточно важная часть в нашей работе итак планирование есть такое высказывание правильное предварительное планирование предотвращает плохие показатели что это значит это значит что если мы хотим достичь успеха если нам необходимо сделать что-то в определенное в определенные сроки в определенном объеме то очень важно чтобы у нас вся эта работа была распланирована и обозначена по во времени так же как мы говорили о целях это очень важно можно использовать разного рода планировщики то есть кто-то может записывать план на день например я делаю так мне удобно просто список дел на день я их даже не выставляю по приоритетности просто когда я вижу всю страницу и все задачи на этот день как-то так само собой получается что можно быстро определить что я делаю первым делом что делаю вторым третьим и так далее кому-то удобно расписывать по часам это тоже хорошо это тоже правильно потому что кто-то работает по часам и он планирует и работу свою и какие-то может быть встречи звонки в нерабочее время уже поэтому можно делать так на каждый день расписывать можно вообще каждый день делать выделять в четыре квадрата дела важные неважные то есть в обязательное базе для обязательного исполнения дела без которых можем обойтись и затем когда мы начинаем их анализировать возможно какие-то какие-то задания которые мы себе дали мы даже не будем выполнять потому что мы поймем что есть более приоритетные задачи и которые несут гораздо больше нам пользы выгоды и есть вещи которые в принципе не важны и не срочные и можно их не делать вообще то есть можно разделить на важные срочные неважные и не срочные до четыре такие части то есть каждый пользуется любым ежедневником любым планировщиком какой ему удобно но очень полезно когда это все прописано когда эти планировщики у нас все таки есть какова главная цель планирования это увеличение продуктивности то есть мы понимаем что мы планируем не только для того чтобы все успеть но может быть чтобы все сделать еще более качественно и какое-то для себя еще выиграть время которое мы проведем для своего удовольствия то есть не только дела не только работа но еще свое удовольствие отдых общение с детьми семьей то есть у каждого есть свои важные дела душевные дела и дела которые нам доставляют удовольствие поэтому их планировать тоже нужно и очень важно чтобы отдых тоже планировался потому что когда мы выполняем что-то понимая что сначала я буду делать важные свои дела а потом я получу вот эту вкусную конфетку да то есть но мы себе говорим что конфетку мы эту съедим тогда когда мы выполним дело то есть это как мы запланируем может быть кто-то планирует сначала отдых сначала вкусную конфетку и потом в хорошем расположении духа приступает к делам если это вас не расслабляет если это вас не сбивает с планов ради бога пожалуйста можно делать так но планировать нужно не только работу но и отдых если мы говорим о времени планирования какое время самое удобное для планирования то если у нас есть полноценные выходные суббота воскресенье и 5 рабочих дней которые мы действительно посвящаем своей работе каким-то важным делам то очень хорошо планировать где-то во второй половине в пятницу когда мы еще не настроились на выходные то есть мы еще не отключились от работы мы еще в процессе своей работы мы еще держим под контролем все дела которые мы только что на неделе закончили мы еще понимаем и держим у себя в голове что мы не успели на этой неделе что мы переносим на следующую неделю и как мы это будем планировать и осуществлять и тогда вот мы еще в таком состоянии когда уже мы уже не работаем то есть можно начинать немножко расслабляться и спокойно можем подумать о следующей неделе и хотя бы какие-то наметки на каждый день мы можем набросать и в то же время мы еще не отключились полностью от работы не переключились на выходные потому что собраться в воскресенье и делать какой-то план на следующую неделю достаточно тяжело гораздо проще сделать в пятницу воскресенье уж действительно полностью посвятить своему отдыху мы иногда говорим такую фразу я вот там сделал быстренько здесь сделал быстренько я сэкономил время на самом деле время сэкономить невозможно мы не можем его наэкономить 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 где-то а потом собрать его со всех дней и в один день его использовать нет мы так не умеем его время можно тратить другим образом время можно тратить на вещи большей ценности на вещи которые приносят нам большую выгоду то есть тратить время на задачи высшей и важной ценности. И мы понимаем, вот для того, чтобы мы правильно все распланировали, нам нужно понимать несколько нюансов, понимать, осознавать и уметь этим пользоваться. Например, первое, мы должны ответить на вопрос, за что нам платят. Мы, когда планируем свою работу, мы должны понимать, за что нам конкретно платят, чем мы в данный момент зарабатываем деньги. То есть кому-то, может быть, платят за то, что он отрабатывает просто по какой-то схеме, какие-то определенные часы, и он знает, что у него есть смена, неважно, что он там делает, он все равно свою сумму получит. А кому-то платят за качество, за количество, за выполненную работу. И вот здесь мы понимаем, чем больше мы и качественнее работы сделаем, тем больше мы получим денег. То есть это такое образное выражение, это я не имею ввиду, что только мы работаем конкретно на кого-то, получаем зарплату. Мы даже, когда сами, каждый сам для себя выполняет какую-то работу, он тоже понимает, что чем качественнее я работаю, выполню, тем, естественно, больше я смогу заработать, тем больше пользы она мне принесет в конечном итоге. Вот, поэтому здесь мы тоже понимаем и планируем, сколько нам сегодня нужно заработать, значит, столько нам нужно встреч, столько звонков, столько презентаций. Я, конечно, буду делать акцент на наш, как бы на наш проект, на занятость в нашем проекте, потому что мы все равно, как бы, проводим вебинары в рамках нашего проекта, от нашей компании, от комьюнити. Да, поэтому мы понимаем, когда-то мы говорили о конверсии, если каждый знает свою конверсию, то он знает, сколько ему нужно звонков сделать, сколько ему нужно встреч сделать, какие ему нужно сделать презентации для того, чтобы его день прошел продуктивно и результативно. Да, и мы сами понимаем, за что нам платят, вот так мы и планируем свой день. Очень важно еще не тратить время попусту, не тратить зря, потому что, как я уже сказала, мы его не можем ни сэкономить, ни вернуть его обратно, ни подарить, ни продлить. Ну, ничего мы пока что с временем делать не можем. Может быть, потом что-то будет происходить на каком-то там высших каких-то уровнях сознания, да, может быть, мы сможем перемещаться во времени, но на сегодняшний день это невозможно. Поэтому, чтобы быть более продуктивным, чтобы повышать свой уровень знаний, и чтобы повышать свою самооценку и повышать себя в своих глазах, очень важно отказаться от каких-то вредных привычек, от каких-то обедняющих привычек и больше включать обогащающие привычки. То есть, что можно сказать, что можно отнести к обедняющим? Это пустая трата времени, это сидение, может быть, в интернете, где мы, извиняюсь, ерунду какую-то просматриваем, и на тот момент нам кажется, что, ой, как это интересно, как это смешно, потом мы закрыли интернет и поняли, что все ролики, которые мы просмотрели, они через нас прошли, мы даже не понимаем, о чём мы смотрели, мы уже забыли, что там было, никакой пользы они нам не принесли, мы только обнаружили, что мы потеряли массу времени. Да, вот это и есть обедняющая привычка. Утром поваляться в кровати, понежиться, когда ты устал, это здорово, это хорошо, но если мы это берём как норму и постоянно с каждым днём лежим всё больше, а потом подскакиваем и несёмся быстро, потому что, может, чего-то не успеваем, это тоже будет обедняющая привычка. Лучше на 5 минут раньше встать и эти 5 минут потратить на гимнастику, на разминку. И поверьте мне, что если вы начнёте делать 5 минут зарядку каждое утро, то через какое-то время вы найдёте для этой зарядки и 10 минут, причём вы будете это время не воровать его у сна своего, не забирать его у сна, а вы будете это время брать из корзинки безделья, когда мы бездельничаем, когда мы валяемся, когда мы занимаемся какой-то... Ну, мне очень хочется сказать слово «ерунда», потому что действительно это какая-то ерунда, которая отнимает у нас время. И вот это время даже на нашу гимнастику, на утреннюю пробежку мы будем находить как раз-таки из той корзинки, где у нас потерянное время, так скажем, куда мы и складываем потерянное время. Вот давайте так образно представим. Я когда-то хотела, вот думаю, я никогда не бегала, но мне надо начинать. Пришла весна, начались тёплые дни, и я думаю, я буду бегать. Думаю, ну как я выдержу, как же я выдержу? Вот моя подруга бегает 40 минут, бегает час, это классно, это полезно, но я же не смогу, я же задохнусь. И потом я поняла, что 15 минут, вот круг по моему району, это вполне достаточно, чтобы все мышцы проснулись, чтобы все мышцы прокачались, чтобы продышать свои лёгкие, подышать воздухом. И да, я не бегаю 40 минут, да, признаюсь, я не бегаю зимой, потому что когда начинается холода, почему-то вот меня на зимние такие пробежки не хватает. Я тогда делала только по утрам гимнастику. Но когда начинается тёплый сезон, я бегаю, и я действительно бегаю 15, максимум 20 минут. Я даже не придумывала, не ставила себе целью, каким-то там квестом, заданием, побегать дольше, там дотянуть до получаса, потом, может быть, дотянуть до, не знаю, до 40 минут. Нет, даже не ставила себе такую задачу. Мне хватает этих 15 минут, потому что действительно всё прокачивается, всё просыпается. Вот такого вот рода мы делим вот наши занятия, наши привычки на обедняющие, обогащающие. И поверьте, это очень нас повышает в своих глазах, и нам потом уже хочется делать только полезные дела, когда ты понимаешь, что я же могу, вот тут я смог, тут я смог. Значит, я и дальше буду делать полезные дела. Вот я их запланирую, сделаю, запланирую, сделаю. Это вот помогает нам потом планировать, потому что чем дольше мы валяемся утром в постели, тем сложнее нам встать, тем сложнее нам настроиться, и мы действительно теряем какое-то время, мы теряем таким образом продуктивность дня, мы что-то можем не успеть. А если мы просто начинаем себе отрабатывать полезную привычку, встать сразу по будильнику, допустим, или встать сразу, как проснулся, они валяться, то действительно день кажется очень длинным. Я когда-то посмотрела фильм, очень давно, еще была подростком, фильм назывался «Жизнь Клима Сумгина». Ничего не помню, вот честное слово, ничего не помню из этого фильма, кто он, что он, но одна фраза очень меня тогда, ну не могу сказать поразила, но она вот глубоко засела, там было сказано, что он вставал с кровати в ту же минуту, в которую просыпался, и не важно, сколько было времени, 4 утра, 5 утра, 6, то есть он считал, что если у него открылись глаза, значит, он выспался, и надо вставать. И это меня вот как-то впечатлило, и я начала пробовать так делать. Это так здорово, когда у тебя кажется действительно такой длинный день, и на самом деле так и есть. Наш организм, когда выспится, он все, он уже вот в легкой фазе сна, у нас же сон тоже делится на глубокую фазу, поверхностную фазу, глубокую поверхностную, да, и мы всегда просыпаемся в тот момент, когда у нас поверхностная фаза сна. И мы можем проснуться там даже от стука, от шороха какого-то, но если мы сразу встанем, у нас будет прекрасный день. Это тоже одна из обогащающих привычек. Вот. Также очень здорово представлять себя эффективным. Что это значит? Представьте себе, что вы ждете очень хорошую работу. Вот вам прям очень выгодно, очень хорошее предложение сделали, вы его ждете. и работодатель, который вас нанимает в данный момент, за вами наблюдает, как вы работаете, как вы планируете свой день, как вы относитесь к любым делам, к любым заданиям, которые у вас есть на день. То есть даже представить себе, что за вами с утра до вечера ходит какой-то мэн с камерой, да, и все снимает для вашего работодателя. Вам же будет хотеться сделать все правильно, все быстро, все четко, для того, чтобы показать, что да, я умею работать, я хочу эту работу, я достоин, да, этой должности. Так вот, если мы будем постоянно представлять, что за нами кто-то наблюдает, и нам надо сегодня быть конкретно, точным, четким, продуктивным, да, показать, что я не какой-то там лентяй, а я достаточно хороший, активный и прилежный работник, да, то это тоже очень помогает нам, когда мы запланированные дела начинаем выполнять, мы тоже их сделаем намного быстрее, ну, по времени мы потратим гораздо меньше времени, чем если у нас это не будет прописано, если мы не будем стараться стараться не терять время, а выполнять все по пунктам. Но, опять-таки, только тогда, когда все эти пункты прописаны, у нас получится очень продуктивная работа, потому что мы четко понимаем, что зачем делать, вот, потому что есть такая статистика, что правило 20 на 80, что 20% времени, затраченного на планирование до начала выполнения задачи, сэкономит 80% времени при ее исполнении. И это проверенные факты, может быть, не всегда этот процент будет точно такой, но то, что он существует, это факт. И работа со списком запланированных дел в первый же день увеличивает производительность на 25%. Когда вы понимаете, что вот я заканчиваю это, и я уже визуально понимаю, за какое дело я берусь за следующее, мы сразу переключаемся на это дело. И мы не теряем никакого времени. Очень много времени теряется, если мы начинаем что-то делать, потом бросаем, потому что мы вспомнили, что что-то надо было более важное. Переключаемся на это дело, делаем его, возвращаемся к предыдущему, опять проговариваем, вспоминаем, настраиваемся. У нас очень много времени теряется. Если у нас все дела прописаны, мы четко понимаем, что, зачем мы будем выполнять. Мы даже можем что-то там по ходу дела даже переставлять. Это абсолютно нормально, это абсолютно правильно, но когда они прописаны, это повышает нашу продуктивность. А планирование времени и управление временем, его основная цель, это как раз таки повышение нашей продуктивности. Также при планировании нужно очень четко представлять свои цели, нужно понимать и знать, чего мы хотим. Вот мы говорили о целях на прошлом вебинаре, что их всегда нужно прописывать, их нужно расписывать, то есть составить список из 10 каких-то там главных своих целей, от большего к меньшему, от долгосрочного к краткосрочному, неважно, как вы их выстроите. И вы понимаете, для того, чтобы прийти вот к этим целям, или мы пишем одну, которую разбиваем на подэтапы, чтобы прийти вот к этому, я должен в первый день сделать вот это во второй, это в третий, и мы прям по дням можем расписать, полностью распланировать все свое время, как мы будем идти к конечной своей цели, чтобы достичь конечного результата. Но только тогда, когда мы будем четко понимать, какой он нам нужен, этот конечный результат, вот только тогда мы сможем и распланировать все достаточно четко. То есть мы можем взять самую важную цель, и как дерево решения, вот так, как мы в целях говорили, как делать дерево решения, расписать все прям вот по дням. Также есть такой принцип съесть лягушку, то есть действовать по этому принципу тоже очень важно научиться. Это когда у нас есть какие-то дела очень важные, но не очень приятные, не очень интересные, может быть сложные для выполнения, может быть психологически сложные, даже взять те же самые звонки, когда мы понимаем, что есть человек, которому мне надо позвонить, я должен обязательно ему, допустим, рассказать о проекте, я должен обязательно назначить встречу. Я понимаю, что я сам себе не прыщу, если я все-таки не достучусь, вернее, не назначу встречу, не дам ему информацию, этому человеку. Но этот человек достаточно сложный, этот человек достаточно занятой, и мы понимаем, что мне некомфортно, я, наверное, еще не готов. И вот это мы откладываем, откладываем, откладываем в сторону, а на самом деле это и есть вот та лягушка. Да возьмите, сделайте самое сложное дело или там какое-то неприятное дело. У студентов часто бывают такие неприятные дела, когда нужно идти исправлять оценку или просить преподавателя вообще-то принять у нас работу, принять наше исправление, то не откладывать это на потом, не прокрастинировать, а просто брать и делать. Вот это и называется съесть лягушку. Это теория Брайана Трейси. Он говорит, если первым делом с утра вы должны съесть живую лягушку, то утешением может служить только то, что это будет самое плохое, что с вами может произойти. Поэтому берем, делаем, у нас гора сприч, и мы дальше уже свободные люди. И следующие дела, которые в нашем списке, они нам будут казаться такими классными, такими звездными, такими сладкими. Вот, еще одно такое понятие есть, прокрастинация. Это постоянное откладывание важных дел, заданий, поручений до последнего момента, которые приводят к негативным последствиям. Потому что, поскольку мы не отодвигаем неприятное дело, на протяжении всего этого времени мы чувствуем себя плохо. Это могут быть разные ощущения. У каждого свои, и по отношению к делу они могут быть разные. Но это очень нехорошее чувство. То есть это и чувство вины какое-то, это мучение от того, что я вот такой несостоятельный, не могу себя заставить. Вот. И какие-то душевные страдания. То есть нужно стараться уходить от этого, уходить, брать, делать и чувствовать себя хорошо. Также в нашей работе, за что нам платят, если возвращаться, чтобы еще раз понимать, есть такой закон трех. То есть из всех наших знаний только три составляют 90% нашей стоимости. То есть у нас может быть очень много талантов, у нас может быть очень много знаний, но только три из них смогут приносить нам основной доход. Это может быть и то, что нам нравится, или наш талант, то, что мы лучше всего умеем делать. И главная наша задача определить три этих дела и посвятить им большую часть своего времени. То есть когда мы пытаемся распланировать свой бизнес, когда мы пытаемся свое место в бизнесе распланировать для того, чтобы у нас, опять-таки, продуктивность была, мы должны понимать, какие из наших талантов, какие наши умения принесут нам наибольшую пользу. И выявить это достаточно легко. Мы задаем себе первый вопрос. Если бы я целый день мог заниматься только одним делом, то какое дело принесло бы мне больше всего пользы? И из всех своих талантов, из всех своих возможностей мы выбираем, что бы я мог. То есть здесь еще надо понимать, психологически мог бы я много и долго делать одно и то же дело. Что я умею делать много, долго, что принесет мне пользу и не будет мне надоедать? Второй вопрос. Если бы я мог заниматься двумя делами, какое дело было бы вторым, приносящим больше всего пользы? И третий вопрос. Если бы я мог заниматься только тремя вещами в своей жизни, то какое было бы третьим, которое принесело бы мне больше всего пользы в моем бизнесе? И тогда мы, ответив честно, продумав хорошенечко на эти вопросы и дав ответ себе, мы сможем понять, как нам планировать свой бизнес, как нам планировать свои занятия в этом бизнесе, что мы умеем делать больше всего, что нам приносит большую пользу и что бы нам хотелось делать, хотелось бы делать. К счастью, вот тот наш проект и работа в проекте, она позволяет нам как раз-таки, во-первых, полностью планировать самим свое время, распоряжаться своим временем абсолютно так, как мы посчитаем нужным, позволяет нам заниматься тем, что мы любим, позволяет нам заниматься, ну, я имею в виду в рамках проекта, позволяет нам заниматься тем, что мы, чего мы хотим делать, да, вот как наши спикеры по технологии, которые читают презентации по технологии, им нравится технология, им нравится рассказывать об этом, и они с удовольствием это делают, и у них хорошо это получается. И каждый на своем языке, у нас много спикеров, каждый на своем языке от души рассказывает, вот это вот прекрасную эту информацию несет. Поэтому очень важно это выявить, и, наверное, все знают, что если твое хобби или твое любимое дело является твоей работой и приносит тебе доход, это наивысшей степени счастливый человек, потому что, ну, многие об этом только мечтают. Они где-то работают за деньги, потому что там они зарабатывают деньги, которые необходимы им для жизни, а потом в свободное от работы время какое-то там пытаются выкроить что-то для своего хобби, чтобы вот для души что-то было, чтобы вот провести как-то приятное время. К примеру, допустим, вот что касается вот этих трех важных дел, очень легко на примере показать, что, допустим, если это менеджер управления с какого-то звена, да, то что он в данном случае, ну, что ему необходимо, какими навыками ему необходимо обладать, чтобы быть хорошим менеджером. То есть он нанимает людей, то есть проводит какие-то собеседования, наверное, да, обучает в данном направлении, в своем отделе, да, и управляет работой. Все, это менеджер, за что будет получать деньги. Ему нужно уметь делать только три вещи, хорошо и качественно. Если мы берем продавца, да, то первое, он должен уметь хорошо сделать предложение, то есть презентовать, ну, товар, да, то есть предложение, презентация товара и завершение сделки, заключение сделки, да, то есть продавец должен продавать в конечном итоге. Вот. Три навыка, и это считается мастер высшего класса. Так вот, главное правило закона трех – делать меньшее количество дел, но делать более важные вещи и отводить на них больше времени, совершенствуясь в каждом. То есть если мы для себя выявили, что нам нравится, что мы умеем, и что нам приносит наибольший доход, тогда мы начинаем совершенствоваться в этом деле для того, чтобы повышать и повышать, и повышать свою квалификацию. Вот. Если взять, опять-таки, работу в нашем проекте, то мы часто практикуем, я, например, в всяком случае у себя в регионе это практикую, когда на презентацию приходят и ведут презентацию несколько человек, потому что каждый, даже взять нашу презентацию всего проекта, всего бизнеса в нашем проекте, то не каждый может, допустим, рассказать о технологии, но умеет рассказать о маркетинге и как выстраивать структуру для того, чтобы заработать. А кто-то конкретно технологию вот от души может рассказать, да, кто-то умеет хорошо вести телефонный переговор. Ну, прям здорово получается. Поэтому можно это все, можно объединяться, и каждый со своими талантами вместе делать одну работу. Если мы приглашаем несколько человек на презентацию, допустим, в зал, то мы тогда разделимся. Там два-три человека, каждый выступит, каждый расскажет ту часть, которую он хорошо знает и хорошо умеет ее донести. Если мы, допустим, встречаемся с партнерами тет-а-тет, то тоже можно сделать, допустим, вот мы вдвоем, кто будет делать презентацию, и мы приглашаем двоих партнеров, потенциальных партнеров, да, каждый своего. И тоже рассказываем по очереди. Один из нас расскажет одно, другой расскажет другое. Для людей, которые слушают, это тоже очень хорошо, потому что меняется тембр голоса, меняется докладчик, меняется, может быть, даже стиль подачи информации. То есть не надоедает одно и то же, да, что-то новенькое. Вот один поговорил, потом второй, потом раз, давай я еще вот расскажу о мотивации, давай вот я еще о выгодах вам расскажу. Раз, опять переключился. То есть это тоже важно, потому что иногда, какой бы ни был хороший докладчик, если он говорит очень долго, в одном темпе, например, да, ну вот это стиль его, то это тоже может поднадоедать, если у него нету какой-то динамики, если у него нету чего-то там, супер какой-то интересной информации, да, то тогда это поднадоедает. А когда у нас докладчик меняется, то воспринимается информация лучше. И вот в данном случае, опять-таки, каждый берет свои таланты, каждый вот то, что он умеет, он доносит. То есть это тоже как такой очень хороший пример. Также, когда мы планируем, нам очень поможет такая способность говорить «нет», то есть прекратить делать маловажные вещи, то, что я называю ерундой, маловажные вещи, то есть говорить «нет», «нет» говорить пустым телефонным разговором, когда кто-то звонит и просто «давай поболтаем», да, вот, говорить «нет» каким-то делам, которые воруют у нас просто время, не приносит никакой пользы. Там те же соцсети или там ролики, на Ютубе очень много сейчас роликов, которые просто затягивают просто, я думаю, в ТикТоках сейчас очень много, вот. Может, даже если вы понимаете, что у вас есть постоянно какие-то дела, которые вы постоянно делаете и постоянно в этом жалеете, ну, как же я опять вот сюда провалился, опять в этот виртуальный мир, тогда, может быть, прям составить рейтинг таких занятий под названием «я больше никогда не буду этого делать» и прям помнить, вот они у меня подписаны, «нет, я этого больше не делаю, я этого больше не делаю, не буду на это тратить свое время». Ну и, конечно, очень важно в этом планировщике в своем, вот в этом своем плане отмечать тоже любым образом, как вам удобно, отмечать уже исполненные дела, то есть там кружочками, там зачеркиванием, не знаю, не важно, как вот вам прям вот вашему глазу приятно, да, чтобы вы видели. Это тоже очень важно, потому что каждое законченное дело становится источником энергии, энтузиазма и уверенности в себе. Мы понимаем, я молодец, я это сделал, это сделал, это вот у меня осталось еще несколько дел, и я свободен, или я пойду заниматься уже своим любимым делом. Второе, занимаясь этим на регулярной основе, мозг запоминает вот это состояние счастья, да, когда мы сделали, порадовались сами, и тогда может развиваться положительная зависимость, то есть мне будет хотеться опять испытать такое же приятное ощущение, что я молодец, я записал, я запланировал, я выполнил, вот. И вот это ощущение, оно нам будет хотеться его повторить. Могу сказать это даже не из каких-то там вот источников прочитанных, а сама такое делала, сама это переживала. У меня было время, когда я записывала абсолютно все дела, все, но я тогда была еще не замужем, я записывала абсолютно все дела, которые мне нужно было сделать. Даже самый маломальский, который я знала, что я 100% не забуду, я все равно записывала. Потому что когда вот на этом листочке у меня были вычеркнутые, чем больше дел у меня было вычеркнуто, тем я себя лучше чувствовала. И вот это действительно так и есть. И когда у нас вот эта вот зависимость уже разовьется положительно, то у нас появится желание ставить большие цели, большие планы, выполнять более сложные задачи, чаще выходить из зоны комфорта, потому что это повышает нас в своих собственных глазах, кроме того, что у нас там энтузиазм, энергия, это мы растем в своих глазах, и это повышает нашу самооценку. Поэтому планировать нужно от нее очень много пользы, как по сохранению своего времени, чтобы мы его не тратим на всякое ненужное, как по тому, что мы можем запланировать и отдых, и хобби, и все остальное. То есть приятные дела, кроме работы, и то, что мы можем расти в своих собственных глазах и повышать свою самооценку. Когда-то нам на тренинге дали такое задание, которое мне очень понравилось, я когда его выполнила, мне было, для меня было прям вот открытием, большим открытием. Если взять нашу неделю, 168 часов, вот такой вот круг, это будет неделя, и разделить его на разные части, сколько времени мы примерно тратим на разные вещи. То есть сколько мы спим, добираемся, может быть, до работы, отдых, хобби, друзья, еда, сколько мы едим и сколько мы готовим эту еду. Если мы учимся, то пишем, сколько времени, мы отмечаем, сколько времени у нас забирают наше образование. Если это работа, то работа и сколько времени мы тратим на дорогу, пробки и все остальное. И мы получим вот такую вот диаграмму, в которой мы будем видеть, сколько времени у нас на что уходит. И поверьте, когда вы ее увидите, вы поймете, в каких разделах у вас уходит очень много времени. Вот неделя 168 часов. Вот эти 168 часов разделить на такие сектора. И затем мы можем четко увидеть, где мы теряем время, и что в каких секторах нам нужно сократить это время и перенаправить его на более важные дела. И тогда мы можем начертить вторую диаграмму, как бы мы хотели, чтобы распределялось наше время. И мы будем четко видеть, какой у нас сектор должен стать меньше, а какой у нас сектор должен стать больше. И вот тогда точно так же нам понадобится планирование. Мы начнем планировать уже свои дела для того, чтобы эти сектора менялись в размере. На самом деле очень полезное задание. И вот если все-таки кто-то решится сделать, вы увидите, что от этого будет польза. И что хочу сказать о телефонном этикете. О телефонных звонках об этом можно говорить на самом деле очень много, потому что здесь не только звонки, не только этикет, здесь еще и навыки коммуникации, потому что когда мы разговариваем по телефону, нам нужно точно так же уметь и обладать навыками, как и при ведении беседы вживую, оффлайн. Может быть, даже по телефону и сложнее, потому что мы не видим мимику собеседника, мы не видим его глаза, мы можем только по голосу определять, нравится ему или не нравится разговор, хочет ли он с нами продолжать его, или уже хочет его закончить. Поэтому по телефону даже сложнее. И чтобы у нас получалось все правильно или не создавать такую ситуацию, когда собеседник хочет уже прервать с нами разговор, то есть нам нужно учесть определенные факторы, скажем так. И я выделила 10 факторов, которые, на мой взгляд, очень важны. То есть для того, чтобы разговор хорошо получался, очень важно знать, о чем мы хотим говорить. Значит, мы создаем короткий сценарий и следуем этому сценарию в разговоре. То есть он не обязательно может быть каким-то идеальным, но у вас будут основные пункты, и если разговор начинает уходить от темы, потому что собеседник может переключаться на другие темы, там что-то за что-то зацепились и поехали уже в другое русло, то вы всегда, смотря на свой сценарий, на свой план, который был составлен, мы всегда можем повернуть разговор, ну, то есть вернуться к теме разговора плавно. Вот. Но и нас тогда тоже не собьют с темой, потому что бывает так, что хотела что-то сказать, меня сбили, и я не могу вспомнить, и я понимаю, что сказать нечего, значит, надо завершать разговор, а я не сказал самого главного. А если это будут пунктики, то это нам помогает. Очень важно улыбаться во время разговора, будь то первый звонок, назначение встречи, будь то это уже какая-то беседа, то есть улыбка может быть услышана, то есть человек на том конце провода, он услышит, если мы улыбаемся. У нас улыбающийся будет голос, он совсем другой, он будет более дружелюбный, расслабляющий, и тогда с нами будет приятно говорить, то есть человеку будет хотеться с нами говорить. Также очень важно, если мы хотим по телефону, ну, допустим, тоже презентацию, хотя мы иногда говорим, не делайте презентацию по телефону, но на сегодняшний день у нас уже немножечко, можно сказать, мир поменялся. Мы и по телефону, и по видеозвонкам сейчас и делаем презентацию, все остальное. Поэтому очень важно, когда мы разговариваем по телефону, соблюдать правила корпоративного стиля, вот даже во время телефонного разговора. Не валяться где-то на диване, потому что это будет тоже слышно. Наш голос меняется. Не жевать, не есть что-то. Даже если мы очень аккуратно и не чавкаем, и не жуем, но у нас время-тремень будет что-то находиться во рту, это тоже будет услышано. Мы же не делали бы это на встрече, значит, мы не делаем этого по телефону. То есть мы, разговаривая с партнером по телефону, не делаем ничего из того, что мы бы не сделали приличной встрече. Вот это вот очень важно. То есть мы можем и подходящую, удобную одежду одеть, и занять удобную позу. В обязательном порядке должно быть хорошее настроение. Кроме улыбки, она должна быть искренне. Если у нас очень плохое настроение, то наша натянутая улыбка вообще никакой пользы нам не принесет. То есть настроение действительно должно быть хорошее. Если вы собирались делать звонки, если вы собирались кого-то приглашать, не знаю, какую-то там беседу вести, и вдруг что-то произошло, и вам ужасно испортили настроение, вы понимаете, что, как я сейчас буду разговаривать, я не могу перестроиться. Все, лучше отменить. Лучше отменить, потому что плохим настроением можно все испортить и потерять этого человека, которому вы собирались позвонить. Также очень важно говорить четко, медленно и четко. То есть чтобы наш собеседник нас понимал и не переспрашивал. Потому что если он переспросит один раз, он переспросит второй раз, третий раз, он постесняется переспросить, и уже вы будете не услышаны, не поняты. И дальше уже теряется ниточка разговора, смысл разговора теряется, и собеседник думает, пусть уже выговорится, я положу трубку, и все. Мне вроде как неудобно его прерывать, но он там что-то журет, проглатывает эти слова. Но люди иногда бывают очень корректные, и они не скажут вам, что ему сейчас некомфортно, или он там что-то не понимает из-за того, что вы вот как-то нечетко говорите. В то же время нам не нужно быть просто роботом каким-то, но чтобы там вот прям как-то, не знаю, медленно-медленно-медленно, чтобы вот точно он меня понял, да, не превращаться, конечно, в робота. Гораздо важнее, если мы научимся подстраивать скорость своей речи под скорость речи клиента. Это очень большой плюс, потому что если клиент говорит медленно, то он и воспринимает информацию медленно, и ему нужно ее также давать. Вот он выдает медленно, и ему нужно медленнее выдавать эту информацию для того, чтобы он вас понимал и успевал ее осознавать. Если человек говорит четко и быстро, допустим, перед вами командир по нашим психотипам, по классификации психотипов, то, конечно же, вы понимаете, что этот человек сам говорит четко, конкретно этот человек любит, чтобы ему говорили четко, не размазывали, не тратили его время, потому что он знает, чего он хочет, он очень быстро все воспринимает, и мы уже, когда говорим о психотипах, мы говорим, что этому психотипу, который относится к командирам, ему можно презентацию делать 10-15 минут, и он уже через 15 минут вам скажет, да, я в проекте, нет, мне это неинтересно, потому что он настолько быстро схватывает, он настолько понимает, что ему надо, чем он готов заниматься, а на что он совершенно не готов тратить свое время, что он действительно не будет тратить наше время. Он может, вы начинаете ему говорить, а он может так, стоп, вопрос, 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 все, мне все понятно, да, то есть если вы встречаетесь такого человека, и он не особо хочет выслушивать, что вы ему там дифирамбо поете нашему проекту, нашему транспорту, а он вас как будто бы, вам кажется, перебивает и задает вам такие какие-то четкие вопросы, то не обижайтесь, отвечайте на вопросы, это даже лучше, значит, человек понимает, чего он хочет, знает, знает, чего он хочет, и понимает, сможет ли он или не сможет, примет он или не примет, ему нужны только уточнения некоторые, да, очень важно не перебивать, то есть если мы задаем какой-то вопрос, и уже теперь неважно, с какой стороны начинает наш клиент подъезжать, чтобы ответить на этот вопрос, мы уже слушаем, то есть задали вопрос, слушайте, не перебивайте, даже если вы уже практически поняли, что он вам говорит, это очень важно, потому что первое, если вы ему не позволите высказаться, закончить то, о чем он начал говорить, это может сломать вообще-то ход мысли клиента, и он будет обижен, потому что он не сказал вам все, что он хотел сказать, и он не уверен, что вы правильно поняли, это может его закрыть, и он тогда не будет воспринимать то, что вы ему говорите, потому что в мозгу работает, а он меня не слышал, и не буду я его слушать, это тоже, поэтому лучше ручку, бумажечку, и записать там, какие, допустим, по ходу разговора, какие бы еще хотели вопросы, какие уточнения, свою мысль, чтобы не забыл, быстренько на бумажечку, то, что он нам говорит, и мы понимаем, что мы можем потом использовать в общении с ним в дальнейшем, мы тоже это все записываем, какую-то информацию о нем, какие-то личные особенности, ситуации, вот, лучше мы все это будем записывать, да, мы либо в данном разговоре к этой информации вернемся, мы ее уже не потеряли, да, либо при последующих встречах эта информация нам может пригодиться, это тоже относится как раз-таки вот к навыкам коммуникации, и это уже в принципе неважно, это личный разговор, или это телефонный разговор, или это какой-то видеозвонок, да, это просто навык коммуникации относится абсолютно ко всему. Следующий, восьмой пункт, нужно быть всегда готовым, что нам скажут нет, и мы знаем статистику, что 30 человек имеют право отказаться от нашего предложения, да, и это нормально, потому что это люди, у которых совсем другие интересы, может быть, более, для них высокие, более значимые, может быть, это те люди, которые вообще никогда не замахиваются на что-то грандиозное, это такие приземленные люди, которые живут своей маленькой спокойной жизнью, и, ну, их может совершенно не интересовать, они счастливы в своем мирке, их может не интересовать то большое грандиозное глобальное, что мы им предлагаем, поэтому в эти 30 процентов могут входить наши клиенты, которые скажут нам нет, они даже негативить могут, если мы начнем настаивать, да, поэтому нужно быть к этому готовым и никогда там не агрессировать, ничего, заканчивать звонок вежливо, неважно, договорились мы о встрече, получилось у нас, что-то не получилось, мир на самом деле маленький, земля круглая, и рано или поздно мы можем с этими людьми пересечься, поэтому мы не сжигаем мосты, не разрываем эти связи, возможно, ну, мы не вовремя, возможно, человек не готов вообще сейчас говорить об этом, принимать какую-то информацию, ну, всякое может быть, а потом через время мы встретимся, и я думаю, у каждого бывали такие случаи, когда через какое-то время мы встречаем человека, который сказал нам нет, он узнает, что у нас все хорошо, что проект развивается, и что еще не поздно войти в проект, эти люди с удовольствием принимают наши предложения, входят в проект, и все, как говорится, заканчивается хэппи-эндом, да, но когда-то мы были терпеливыми, и мы позволили этому человеку не согласиться с нашим мнением, мы позволили ему остаться при своем мнении и не согласиться на наше предложение, да, поэтому говорим ему благодарственные слова за то время, которое он нам уделил, желаем ему всего хорошего, и верим в то, что мы еще встретимся, и у нас еще сложится разговор на данную тему, и всегда очень важно предпринимать все последующие шаги и действия, о которых вы договорились во время звука, то есть это, не знаю, материалы, это e-mail, это какие-то встречи, это приглашения на вебинары, то есть абсолютно не важно, если вы во время звонка, во время разговора о чем-то договорились, в обязательном порядке сразу же нужно все исполнить, это будет очень повышать ваш профессионализм в глазах собеседника и того человека, кого вы приглашаете в бизнес, вашу компетенцию, вот, кстати, о компетенции еще скажу одну такую вещь, если вы во время разговора, если вы во время презентации употребляете какие-то супер, такие термины, которые есть у нас в технологии, там, колесная пара или там, ну, что угодно, если вы уже употребляете какие-то слова, которых нет в обиходе простого человека, но вот вы ведете презентацию, вы что-то рассказываете, пожалуйста, употребляем только те слова, которые мы сможем стопроцентно объяснить, потому что если человек впервые слышит это слово, наш собеседник, очень логично, что он задаст вопрос, а что это такое? И вот здесь очень важно, чтобы мы смогли доходчиво незнающему человеку объяснить так, чтобы он понял, что это такое, почему мы употребили это слово. И если мы сами некомпетентны, если мы сами не знаем, что это такое и как оно работает, лучше либо не употреблять это слово, либо сказать, там есть такой механизм, который называется вот так вот, я знаю, что он работает на защиту там колеса, но абсолютно вот не знаю тонкостей, да, и дальше этот, мы понимаем, собеседнику интересны эти тонкости или нет. Если ему интересно, скажете, я покопаюсь, я обязательно найду, я обязательно тебе скажу, потому что мне даже самому уже стало интересно. бывает так, что нам зададут вопрос не из нашей речи, когда мы не использовали эти слова, но вдруг нам задают такой какой-то вопрос, и мы не можем на него ответить. тоже абсолютно не страшно. Мы говорим, ты знаешь, я как-то вот доверяю и не углублялся. Я не знаю, как это работает, но теперь я точно найду информацию, я теперь точно посмотрю, и при следующей нашей встрече я тебе обязательно расскажу, чтобы у тебя не оставалось никаких вопросов. Это тоже нормально, когда мы говорим своему собеседнику, что мы чего-то не знаем. Мы имеем право чего-то не знать. Это тоже абсолютно нормально. Главное не теряться, главное не замыкаться, не переживать, что нас поставили в какое-то неловкое положение. Быть абсолютно открытым, быть абсолютно искренним, быть раскованным. Если мы чего-то не знаем, мы говорим, я этого не знаю, я как-то этим даже не интересовался. И это как раз-таки очень располагает людей к нам, когда мы искренни, когда мы такие же, как эти люди. Почему я сейчас буду тут из себя изображать великого знатока, и этот человек, который рядом со мной, он понимает, я вот это не понимаю, я это не понимаю. Здесь он какую-то умную вещь сказал, боже мой, я такой тупой, нет, я с ним не смогу работать. То есть у человека понижается самооценка. Это неправильно, ни в коем случае. Мы же сами, когда пришли в проект, мы тоже многого не знали. Поэтому искренность, открытость – это самые лучшие наши друзья во время любых бесед, во время любых разговоров, когда мы встречаемся или мы звоним. Вот что касается этого, 10, так скажем, основных моментов я проговорила. На сегодня все. Я хочу закончить. Хочу поблагодарить за внимание вас. Благодарю тех, кто будет просматривать это в записи. Тема на самом деле интересная, о ней можно говорить очень долго, но вот в рамках часа нужно уложиться. Поэтому желаю вам хорошего вечера. Встретимся в следующий четверг и поговорим о следующих двух задачах. Может быть, даже об одной посмотрим. Мне очень нравятся эти следующие вопросы. Это психотипы людей и основной побуждающий фактор. Это такие большие, очень обширные темы. О них тоже можно говорить очень много интересного. Поэтому, кому интересно, подключайтесь в следующий четверг или ждите, когда выйдет запись в следующий кабинет. Все, всего доброго. Желаю вам хорошего вечера, хорошего дня, какое время будете просматривать. И благодарю вас за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok